Таня, все, оффлайн пошел. Знаю, в шпильнобачене наш земляк, мой старинный товарищ, известный актер Алексей Горбунов. Алексей киевлянин, а мы все время слышим разговоры о том, что киевлянин категорически выступает против Майдана, и надо это сносить безобразие и всякое прочее. Поэтому это даже не вопрос, а комментарий Алексея по поводу этих фильмов. Я, да, я действительно коренной киевлянин, я вырос на Усанов, и мои родители здесь похоронены, и друзей очень много. Я не думаю, что настоящие киевляне против того, чтобы убирали Майдан. Мне кажется, что сегодня это такое настоящее киевское место, потому что за последнее время мы вообще забыли, как выглядит Киев, и как выглядят коренные киевляни. Но последние три года я их не видел. Я очень много приезжих вижу разных людей, но киевских людей я больше вижу в Москве или, скажем, в Приморском крае, чем в Киеве. Так что нет, я думаю, киевляне за Майдан. Алексей, вот ты же фактически работаешь на две страны, и большая часть твоего времени и жизни проходит в России. А по какому отношению к Майдану, и есть ли там источники, которые говорят правду о Майдане? Нет, все люди, кто интересуется Майданом, все, конечно, смотрят в интернет. То есть официальные каналы, как и любые официальные каналы в любой стране, показывают официальные новости. Мы понимаем, что вся, ну, как бы, толковая публика, да, и молодежь, естественно, в первую очередь молодежь переписывается, смотрит, открывает ссылки и видит всю реальную картину. Значит, как относится общая масса людей, да, по-разному, как и здесь, и на Украине же, да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Очень противоречивое мнение, но мы, как правило, слушаем своих, знаешь, уже хочется больше общаться с людьми, с которыми тебе по пути интересно и что-то связываете, как будто без себя. Короче, все нормальные смотрят на нормальных, все настоящие люди соскучились по настоящим героям, которых мы почему-то не видели в последнее время. Ни в кино, ни в телевизоре, тем более уж, да, и не на официальных каналах. А вот настоящие люди, да, обычные, простые люди разных возрастов, с разных, там, точек Украины, но которые говорят сердцем. Это всегда, наверное, видно, слышно и всегда это чувствуется. Это правда. А вот с чем связаны твои ожидания? То есть, ожидаешь ли ты каких-то реальных изменений после Майдана? И, в принципе, с чем ты мог бы увидеть твои детей изменения? Ну, мы все же хотим о лучших изменениях, да, там, я думаю, во всем мире люди мечтают о лучших изменениях. Я бы хотел очень, там, простую вещь, я бы хотел, чтобы Киев выглядел был, ну, вот так, как он выглядел когда-то давно, да, мы с тобой часто на эту тему говорили, да. Когда Подол был Подолом, да, когда центр города был центр городом, да, когда Схылы и Днепра, это были Схылы и Днепра. Это был самый зеленый город в мире. И это действительно было правда. Вот я мечтаю об этом, я мечтаю о том, чтобы Киев стал опять Киевом. Там это из того, что, да, из реальных мечтаний, то, что, может быть, перемены нам дадут в этом году. Киев вернут киевлянам, Киев вернут Киеву. Потому что это великий город, великий. Спасибо большое за всяческих успехов, чаще приезжай, и чтобы с ней было сил и любви больше. Спасибо большое, мое сердце с вами, я очень искренне переживаю за всех людей, которые вышли и ждут, не просто ждут, а хотят, активно хотят лучших, светлых, человеческих, повторяю, человеческих перемен. Спасибо, с нами был Алексей Горбунов, актер. Спасибо.